так хорошо спешить не надо да вроде бы у лифта она ждет сюда ну он уже ждет я тут отсмотрела новый материал бесподобно черная борода псих он нам так понравился что мы решили сделать о нем отдельное видео например начнем с того как он сидит пьет и травит байки потом сцена как он носится по своей лодке прости кораблю ошиблась в общем скачет по палубе висит на канатах и сражается конечно придется немного отредактировать материал но все равно будет здорово прямо мурашки по коже от одной мысли манжур сова не опоздали нет вы можете конечно извини нас я тебя позову да конечно общайтесь там тут же тоже нужно проверить данное помещение на наличии например вот этих вот кодов для сканирования ну вот похоже ничего нет но прикольно то что дверь хотя бы открывается а тут что у нас серверная неужели третий уровень доступа сейчас может быть может быть тут что-нибудь есть только только стройка ладно давайте интересная мера предосторожности похоже тебе придется подобрать комбинацию цифр чтобы подключиться как подберешь верную комбинацию получишь доступ если нам нужна информация об ассосинах тамплиер обсерватории или другой хрени ты оливье нам ее предоставишь и точка я понимаю летится я неверно выразился мы не хотим никому мешать но у нас на данный момент совершенно нет ресурсов для двойного исследования твоя задача найти ресурсы эти игры всего лишь способ оплатить проект который намного важнее так устроим мир больницы строят на грязные деньги все ясно да летицы мы понимаем этим занимается наш лучший сотрудник но нужно время это про тебя хорошо спасибо вам обоим с нетерпением жду результатов увидимся на встрече акционеров оливье обязательно удачи табарнак для этого еще слишком рано пойдем ну что дальше делаем как она сказала ищем обсерваторию ассасины тамплиеры дурдом я тут заинтересовался встречи акционеров может проникнешь в кабинет оливье и найдешь его расписание что не нравится идея давай я на тебя настучу хакер ты у меня в руках это я к чему не хочу ломать тебе жизнь делай что говорят так давай-ка теперь к окну ну вот теперь как раз через стройку будем лезть хитро мудрый конечно этот чувак который с нами общается айтишник чудо айтишник ты не можешь заявиться в кабинет оливье через дверь но есть другой путь наверх знаешь что абстерго управляли тамплиеры да да похоже на бред но ведь и полет на луну был фабрикован так выходит все возможно значит так либо входишь в кабинет либо прыгаешь вниз третьего не дано хахахаххаха хахаха хахахахахаха Найти компьютер. Шевелись. Мы ищем расписание встречи акционеров. Оно стоит больших денег. Сейчас. Внимание. Перемещение потоков постоянно отслеживают защитные программы. Обойди их, иначе они уничтожат твои данные. Ну а встреча акционеров, расписание об этой встрече требуется для того, чтобы хлопнуть. Всех прям в одном месте. А че, удобно, да? Было бы. Так, тут я повыше чуть-чуть поднимусь. Мда. Вот так вот просто разбить этот шарик с сигналом. Да уж. Придется попотеть. Ничего не поделаешь. Так, пожалуй, сюда повыше. Ага. Тоже не вовремя. Но это посложнее, чем подобрать цифровую комбинацию. Но все-таки тут креативный директор у нас. Так. Ждем. Вот тут очень быстро. Доступ разрешен. Извлечение. Сейчас ознакомимся с вами с материалами. Ну вот здесь у нас переписка 6 ноября 2013 года. Это письмо из будущего. 9.46. Приложение по локациям. Насколько оно... Ой, какое здоровое письмо. Поэтому буду так кусками пролистывать. Как известно большинству из вас, я отправляюсь на встречу акционеров, которая будет проходить с 15 по... 17 ноября. А сейчас 6 ноября, я напомню. Этим людям будет интересно узнать о наших находках по линии Кенвея. Те немногие данные, которые мы уже собрали, просто невероятны. И мы ждем еще более потрясающие находки в будущем. События людей, которых мы уже видели, позволяют поверить, что полное исследование раскроет нам глаза на пиратство и позволит узнать много нового. Придется немало поработать, чтобы выцарапать данные из засекреченных материалов. Но у нас уже есть много обещающие задачи. Кроме того, Abstergo Entertainment скоро анонсирует закрытый бета-тест нового приложения с облачным интерфейсом. Уже придумываем стильное название. Виртуальный опыт пирата Эдварда Кенвея станет первым продуктом такого рода. Полностью интерактивное погружение в жизнь пирата, основанное на реальных исторических данных. Внутренние тесты нового приложения прошли успешно. И мы надеемся, что к следующему сезону отпусков все будет готово, если планы не сорвутся. Это приводит к новому глобальному вопросу. Что еще мы можем предложить? Какие еще исторические периоды и места исследовать? Судя по нынешней скорости извлечения данных нашей производительности и понимания потребительского рынка, руководство Abstergo Industries поставило мне цель выпускать по одному крупному виртуальному опыту в год. Как раз речь идет об ассасинках. У нас же тоже один крупный виртуальный опыт в год. Не считая более мелких предложений, насколько позволяют наши исследования, включая книги, записи, фильмы и другие предложения. Второй вопрос, вытекающий из предыдущего. Может образец 17 предоставить достаточно данных для текущего темпа работы? Или следует запросить в Abstergo Industries дополнительные архивные данные? Напоминаю, что данные образца 1 позволили нам создать продукт Liberation. Весьма вероятно, что образцы 2-16 тоже принесут любопытные плоды. Ваши соображения. Может быть и правда собрание акционеров у Ubisoft именно в эти даты назначено. Дальше идет сопутствующая переписка. Соответственно, скорее всего, с предложениями касательно первоначального письма. Здесь вы можете нажать паузу в видео и с этим текстом ознакомиться. Тут я так понимаю, что и Жанна Дарк, и другие интересные периоды. Вот смотрите, Египет, Северная Африка, Атаманская империя, Итальянский ренессанс. Да, в общем, много вариантов, где будет организован следующий крупный виртуальный опыт. Только сиди и выбирай, придумывай историю. Больше половины уже пролистали. Но они все продолжают обсуждать, смотрите. Моя прабабушка, например, много лет проработала с Эмоном де Валерой и Майклом Коллинзом во время Ирландской войны за независимость. Может быть, попробуем что-нибудь про них, да? Наверное, к этому эти личности были упомянуты. Так. И от Оливье Гарно. Эван, давай-ка дальше не в переписке. Ну ты даешь. Пиратство у тебя в крови, да? Теперь спускайся в холл. Курьер тебя уже ждет. Ха-ха, да-да. Я так все и планировал. Так, стой. Секретарша. Минутку. Кое-что сделаю. Алло, обстоятельство, правильно? Судя. Я бы не успела. Такая наивная. Теперь бегом в холл, пока я отсюда не взорвал чертям твой наушник. Сейчас ее комп хакнем. Отчего же нет, да? Так, давайте здесь число придумаем. Нет, снова эти линии. То же самое. Так, тут кое-как вообще удалось перескочить. Так, 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 так. Сейчас красная линия. А, вверх поток у нас шел. Поток данных. Мда. Ненавижу эти линии здесь. Давайте лучше что-нибудь с числами. Тут снова наверх. Да, блин, вот на том очень сложно. Придется повозиться. Сейчас тут сразу повыше. Опять. Ну, а кто говорил, что легко будет осуществлять здесь взлом? Давайте вообще буду не стиком отклонять, а именно стрелками. Может быть, это поможет. Я думаю, что даже очень может помочь. Так. Ждал, ждал, да, и в итоге получил. Главное, чтобы недолго тут мучиться со всей ерундой. Да. Начинает эта штука потихонечку напрягать. Стоит лишь немного разозлиться. И все ключи можно подобрать. Обход протоколов защиты. Соединение установлено. И давайте извлекаем данные. Здесь у нас Assassin's Creed Black Flag. Так. Это глава третья. Ну, вот тоже чтение. Смотрите, нас как вознаградили. Ну, это, пожалуйста, друзья, читайте. Знакомьтесь. Так. Вот он, следующие абзацы. В общем, да, много можно сейчас данных извлечь. Такие же пиктограммы компьютеров я видел и вокруг себя на этаже образца 17. То же самое там было. Так. Все трое переглянулись. В каком-то смысле они сделали то, чего я потребовал. Выпустили девушку из рук. Над пропастью. Отпусти, если любишь. Время, наверное, останавливается, когда вот этот взлом происходит. Секретарша куда-то далеко от реки, наверное, убежала. Что-то ее там рассмешило. И она удалилась. Так. Дальше. 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 Все. Совсем небольшая порция осталась здесь этой главы. Так, секундочку. Это я что-то переборщил. Дальше. Ну вот на этом и все. Мне тоже будет, конечно, интересно почитать. Даже не думай меня выдать. Я не оставил следов. Это все ты. Нам нужен курьер. Это этаж 1. Ну, не 15, естественно. Я уже об этом говорил. Это ошибка. Ну и как тебе, мой Лунга? Я старался. По-моему, ты его передержал. Да ладно! Это не зашифрованный код, а просто чертов кофе. Смотри-ка, у нас гости. Привет. Я тут зашла за новой посылочкой. Эх, а говорила ко мне. Да, это как бонус. Один из. Что там? Конференция в Чикаго. Замечательно. Спасибо. Будем на связи. Чао, Ребекка. Пиши мне. Да ну тебя, Шон. Шон? Хакнули не тебя? Надо обратиться в ту охранную фирму из Чикаго. Извини, что наорал на тебя. Это все ради благой цели, честно. Не бойся. Верь мне. Работай пока. Я с тобой свяжусь. Блин, а я боюсь. Сканируем код. И это у нас будет очередная заметочка. Да, мы покоряемся и признаем, что мы есть таковые орудия. И цель наша, та, что подобает орудиям, мы покоряемся, ибо мы молоты. Лебедки и лопаты, созданные для определенной цели, придуманной не нами. Мы покоряемся в том, что цель наша неотделима от воли тех, кто пришел раньше. Мы покоряемся до конца всем телом и всей душой. Такая таинственная заметочка. Так, а почему вот здесь, собственно... Ух, ничего себе. Я могу сюда пройти, да? Безнаказанно прям. И снова взлом. Наконец-то это что-то связано с числами. Но здесь уже будет глянтика. Все немножко, ну, как видно, посложнее. Итак, 315, соответственно, нам нужно разложить на 4 действия. Да, это будет, наверное, сделать непросто. Но у меня есть предположение, что это, например, будет 45 умноженное на 7. Вроде получается, соответственно, 315. 45 нужно разложить на 3 действия. Так, и как бы это лучше сделать? А, вот. Смотрите, 2. Так, 2. А, так, нет. Не 2. 3. 3. 5. И 7. Вот так вот. Только одна камера. Какого черта? Ей двигать нельзя, если что. Я вот пытаюсь что-то сделать, но ничего не получается. Ну что, давайте дальше хакать тогда. Точно все в порядке? Точно никто мне ничего не скажет. Можно ли здесь хакнуть? А, вот и заметка у нас, кстати, появилась очередная. Итак, это заметка номер 11. Помните, что наше неустанное, дерзкое, пустое стремление достигнуть всего, что достигли наши предшественники, привело ко многим разочарованиям и катастрофам. Ядерное оружие, супервирусы, генетически модифицированная трава, ядовитый воздух, пластиковые отходы в море. И список этот не закончен. Посмотрите сами в интернете. Но у всего этого в конечном итоге тоже была тайная цель. Ничего себе, они пугают нормально так. Заметочками такими подобными. Да, было бы неплохо еще вот на место вот этих секретарш. Лазил по серверам и нашел кое-какие данные по Жаннидар. Только загрузил, охрана подвалила. Так вот в чем дело. Я видела, тебя допрашивали? Да. Конфисковали ключ к Анимусу. Теперь я вроде как под наблюдением. Не шутишь? Это... Это пугает. Ого-го. Так, вот тут еще есть у нас дверочка с вами. Слушайте, а выйти же можно тоже, наверное? Или нельзя? Ну я попробую обязательно. Не переживайте. Открывай третий уровень. Или третий уровень пока мне не дано открыть. Да, скорее всего тоже нужно что-то полезное сделать. Например, пройти еще несколько последовательностей. Так. Просто ради интереса. О, смотрите, тут еще двери у нас есть. Надеюсь, замки второго уровня. А, нет, это вообще у нас уборные. Но в уборных тоже может быть заметка. Наверное, на толчке ее стоит искать. Так, секунду. Что-то было? Был какой-то звук. Но, похоже, тут у нас ничего нет. В женском? Поищем. Тут ничего. Тут ничего. Все, тогда выходим. Можно ли взломать, например, вот этот, я не знаю, банкомат? Что это такое? Нет, нельзя взаимодействовать с торговым автоматом тоже, в том числе. Тоже третий уровень. Поглядите. Тоже третий уровень. А нам-то всего... Вот она, свобода. Вон она. Там буквально в нескольких шагах. Ну что ж, в таком случае мы отправляемся сейчас на этаж образца 17. Там тоже есть у нас возможности для взлома. Надеюсь, интересные файлы нам по-прежнему будут попадаться. Ну что ж, поехали. Это этаж 2. Мерси. Привет. Взломаем принтер. Нет, вы нельзя. Здесь у нас цели для взлома отражаются. Давайте хакнем этот комп. Благо здесь никого вообще нет. Ой, смотрите, как кто-то поработал. Тут тоже много фигурок. Но мне кажется, тут параллельно со мной кто-то сидит. И также в той же реальности со мной вместе проходят те или иные воспоминания. Так, найти бы нам теперь точку нужную, да? Угу. Так, по-моему, тепло. Сейчас назад. Ой-я. Ну, хотя бы чередуется у нас метод взлома. Если бы, конечно, были только вот эти линии, это бы жутко раздражало. Оливье, прилагаю первоначальную презентацию, которую получил. Фактов там немного, но эти ребята знают, что делают. В понедельник, когда они приедут, сможем узнать больше. Сообщи, если захочешь послушать Джон. Это Блюм, да? Зачем сейчас? Зачем ждать? Почему Блюм? Будучи ведущим новатором в сфере высоких технологий, высокоэффективных коммуникаций и программ обеспечения безопасности, Блюм видит свои задачи изменения отношения к архитектуре информационной безопасности. Являясь специалистами во всем, от мобильной телефонии до домашних компьютеров, программы цифровки изображений и сложных систем безопасности, мы гордимся тем, что участвовали в создании большинства рынков, лидерами которых сейчас являемся. И ничто не отражает наше мастерство лучше, чем наш инновационный флагманский продукт. CTOS. Патентованная операционная система компьютерной безопасности. Что же такое CTOS? Ну, далее перечисляются ключевые достоинства. Проще говоря, эта операционная система самая стабильная и удобная система компьютерной безопасности в мире. Неужели Абстерго может позволить себе отвергнуть совершенство? Мечты? CTOS. Блюм гарантирует. Десяток городов, сотни крупных корпораций, тысячи мелких предприятий. Уже почти 10 лет CTOS служит нужным своих клиентов с успехом, не имеющим аналогов в современном мире. Как же мы это делаем? Сверхлегкие долговечные камеры, сверхскоростные оптоволоконные сети, патентованная программа распознавания лиц, надежные центры сбора и обработки данных, облачная система хранения информации, круглосуточная техническая поддержка. У нас есть все, что нужно Абстерго, чтобы защитить свою уникальную интеллектуальную собственность. И не только это. Будущее с Блюм. CTOS. Надеемся на успешное сотрудничество. Мы тоже надеемся, что у вас все получится, и мы эту систему также хакнем. Ммм, так. Дальше поперлись. Это... Это пугает. Да, вот он, смотрите, сидит. Тоже весь обклеенный бумажками. Так, чувак. А, вот, смотрите, в каком виде они сидят. То есть, одевают специальные очки. И все, он медитирует. Может, гитару ему в руки дать? Ну да, видите, как все интересно происходит. Ну и все, считайте, он залип. Ладно. Пользуемся моментом. Так, как мне попасть... Да, блин. У кого-то ключ конфисковали, у кого-то компьютер. Надеюсь, не полоски. Пожалуйста, только не полоски. Ах, повезло. Снова сфера. Везет мне нынче. Тут вообще очень просто получилось. Я думал, что с этими воронками, наоборот, задача по взлому и обходу системы безопасности усложнится многократно. Ничего подобного. Антикитерский механизм. Традиционная... Ну, смотрите, еще раз картиночку. Смотрим. Традиционно предполагалось, что это аналоговое вычислительное устройство, созданное с целью определения будущего положения небесных тел. Но ученые Abstergo Industries недавно установили, что антикитерский механизм просто небольшая часть гораздо более объемного прибора, так называемого прогнозирующего аппарата, который, похоже, использовался первой цивилизацией, чтобы делать предсказания, основанные на вероятности будущих событий. Например, было доказано, что притечи использовали это устройство в сочетании со своими врожденными пророческими способностями, чтобы найти Дезмонда Майлса, источник ДНК образца 17, и с неизвестными пока целями вступить с ним в контакт. Известно также, что в силу природы этих так называемых мер квантовой вероятностей, использовать данные устройства неимоверно сложно, и потребовались бы сотни или тысячи испытаний, чтобы заглянуть так далеко в будущее. Следующий предметик. Багдадская батарейка. Сокровенная тайна багдадской батарейки, много лет будоражившая умы ученых, наконец разгадана. В этом году исследователи в Abstergo Industries выяснили, что эти батарейки когда-то содержали созданное предтечами вещество, способное производить электричество путем накопления энергии, создаваемое ходом времени. Этот неизвестный кристаллический материал, подозрительно похожий на то, что физики-теоретики называют кристаллами времени, был способен генерировать энергию понемногу, но в неограниченных объемах. Просто вытягивая его из самого хода времени. Итоговое напряжение было крошечным, но могло питать небольшой диод, что создавало скромный, но очень практичный источник света. На сегодняшний день ни одного рабочего кристалла времени притечь пока не обнаружено. В настоящее время даже можно электричество из магнитного поля Земли получать. Здесь неограниченное количество. Ну, там, конечно, по мощности проблемы, но, тем не менее, факт получения именно таким способом налицо. Так. Фиалость с кровью. Это вот кристалл, да, который мы с вами, похоже, видели, и который использовали на мудреце. Помните, там говорилось про кровь, что нужна его кровь. О назначении этих фиалов с кровью нам известно мало, хотя с того момента, как в конце 80-х годов, в Абстерго заинтересовались их поисками, фиалов было найдено уже несколько десятков. На данный момент содержимое только трех фиалов найдено нетронутым, и только в одном из них точно содержался образец ДНК-притеч. Руководство Абстерго Индестерис высказало особый интерес к обнаружению других образцов ДНК-притеч и, если возможно, образцов ДНК так называемой митохондриальной Евы. Возможно, вероятность успеха не велика, но постарайтесь, пожалуйста, идентифицировать любые фиалы, на которые натолкнетесь в воспоминаниях. К сожалению, средний период полураспада ДНК составляет всего 500 лет, и образец, который по возрасту может принадлежать Притечам или Еве, 80 тысяч лет или старше уже будет непригоден к использованию. Мы считаем, что потребуется более 250 подобным образом сохраненных образцов и тонны удачи, чтобы расшифровать геном Притеч целиком, хотя в реальности это число, скорее всего, будет ближе к 500. Хрустальные черепа. Блин, ну интересные, однако, предметы. Ученые несколько раз находили эти древние устройства в разных местах, где когда-то, предположительно, обитали Притечи. Все они в какой-то степени средства коммуникации, хотя пока можно четко выделить три типа. Первый тип черепов работал примерно как современные мобильные телефоны, позволяя устанавливать многоузловую связь между всеми обладателями рабочего устройства. Позднее был обнаружен второй тип хрустальных черепов, включавший в себя функцию записи и воспроизведения, так что пользователь мог записывать и посылать аудио-видеосообщения многочисленным собеседникам так часто, как пожелает. Третий тип черепов, обнаруженный только недавно, похоже, работал как пассивное наблюдательное устройство, как экраны в традиционных системах видеонаблюдения. Камеры, которые должны были быть на другом конце этой системы, пока не найдены. Неизвестно, почему эти средства связи были созданы в виде такого мрачного элемента человеческой анатомии, но почему бы не допустить, что раса притечи, как бы развиты они ни были, становилась иногда жертвой бескусицы. О, смотрите, это печати памяти. Эти устройства очень мощные, но ограниченного охвата. Печати, которые использовались притечами первой цивилизации, чтобы записывать краткие воспоминания, которые кто-нибудь другой затем мог воспроизвести или пережить. Судя по их редкости, найдено или где-либо упомянуто в совокупности менее сорока. Похоже, что печати не использовались притечами в поседневном быту, а могли принадлежать только самым богатым и могущественным членам общества. Пока не найдено ни одной печати, содержащей записанные воспоминания притеч, и только на нескольких содержится хоть какая-то информация. Мы подозреваем, что печати, которые ассасин Аль-Таир использовал, чтобы передать воспоминания Этсо аудитории до Ференце, все еще находятся в рабочем состоянии, но их местонахождение на данный момент неизвестно. Интересный факт. Многие ранние открытия Абстерга в области технологий генетической памяти были сделаны в ходе тщательного изучения этих артефактов, однако текущие технологии анимуса никаким образом не связаны с их устройством. Надеюсь, последнее. Рукопись Войнича. Это удивительная загадка, которую пока никто не разгадал. Вот, посмотрите на эту загадку. И мы глубоко заинтересованы в том, чтобы выяснить, кто именно создал эту уникальную окутанную тайну книгу. Следует поручить всем исследователям, закрепленным за европейскими объектами 15-16 веков, обращать особое внимание на любые упоминания этого редкого и ценного артефакта. Хотя недавно с помощью углеродного датирования определились, что книга была создана около 1405 года. Абстерго Индастри стала доступна сверхсекретной информацией, которая противоречит этой теории. Одним из объектов нашего внимания в этом исследовании является английский философ Роджер Бекон. Фух. Ну, конечно, да, много было чтения, но меня очень заинтересовали вот эти вот сведения о предметах. Так, увидел кое-что. Очередная заметочка. В 17-м и 18-м веках мир стал безобразным местом. Века индустриальных революций обратили в прах его изначальный смысл. Тогда мы выпустили на свободу сотни тысяч промышленных машин, не понимая до конца их мотива и цели у самых истоков воплощения, ибо они были пока недвижимы и безмолвные. Снова про угрозу всего и вся. Ну что же, на этом, я думаю, что мы по взлому закончим. Здесь есть еще много мест, где можно этот взлом произвести, но это уже в следующий раз, когда выйдем из виртуального мира сюда, в мир реальный. Спасибо за просмотр, друзья. Увидимся в следующей серии. Я предчувствую беду. Ты пострадаешь. Я не переживу. Я буду осторожен, обещаю. Как только обустроюсь, я пришлю за тобой. Клянусь. Кэролайн, уходи! Не мучь себя! Незачем лгать, Эдвард. Ты хочешь гоняться за ветром. Я тебе ни к чему. Поверь в меня, Кэролайн! Без твоей веры я ничто. Ты похож, девочка! Ты神, девочка!